Я пришла в соцзащиту, чтобы проверили мои выплаты, так как я сейчас с февраля месяца не получаю ни ветеранских, ни квартирных. В таких ситуациях специалистам соцзащиты приходится разбираться каждый день. С начала года компенсация коммунальных услуг рассчитывается по-новому. Если раньше она была фиксирована, то теперь зависит от того, сколько воды, электричества и газа израсходовано по факту. Значит, вам положено на коммунальные услуги, так как вы ветеран труда Российской Федерации, вам положено 1,4% коммунальной услуги. Это свет, газ, вода, водоотведение. Каждый случай, когда человек имеет право на выплату, но не получил ее, рассматривают индивидуально. Есть проблемы с рядом ТСЖ. Из-за отсутствия специальной компьютерной программы они не подают в министерство информацию о льготниках. По всей Самаре таких товарищей 29. 15 из них находятся в Октябрьском районе. Но, несмотря на это, ТСЖ предоставляют сотрудникам управления социальной защиты сведения на бумажном носителе. И максимально мы стараемся охватить тех льготополучателей, которые проживают как раз на территории обслуживания данных районов. В Самарскую базу данных внесены почти все льготники. Однако выплату из них получают только 92%. Это связано с тем, что у некоторых есть долги за коммуналку или их дома на востройке еще не внесены в федеральную информационную систему. Специалисты министерства должны донести сведения до всех людей. Информацию по компенсации можно получить в управлении соцзащиты по месту жительства. Валерия Макарова, Григорий Пешаков. События.